Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео хочу вам рассказать о своих разочарованиях. И если вам интересно, то продолжайте смотреть. И первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот бальзам для губ от компании 100 рецептов красоты. Конечно, он стоит очень бюджетно, но мне все равно очень жалко, что он мне не подошел. Не подошел и не понравился вот почему. Во-первых, когда я только его открыла, я сразу слышала такой не очень приятный запах. Ну, слегка напоминающий, скажем так, мягко вазелин. Вот, но я решила, что не буду обращать внимание на не очень приятный запах. Как я уже говорила, что для меня очень важно, чтобы запахи косметические были очень приятные, вкусненькие. Но иногда, если продукт работает, я могу закрыть глаза на не очень приятный запах. И я надеялась, что это как раз будет тот случай, но не вышло. Действительно, он в этот бальзам имеет не только неприятный запах, он еще имеет такой неприятный привкус на губах, который достаточно долго держится. И, конечно, никак я не смогла подружиться с этим бальзамом, и он у меня идет в мусорку. Следующий косметический продукт, который меня очень разочаровал, это от компании Эвелин, лак для ногтей. В оттеночке он 605 идет, имеет 12 мл. Очень красивый, на мой взгляд, цвет. Я люблю такие цвета. У меня есть еще от Белита, такой же цвет, но немножко другой оттенок. Но цвет серенький. И пользуюсь я с удовольствием. Но начнем с того, что в этом лаке мне сразу не понравилась вот такая вот тоненькая кисточка. Но не беда. В принципе, я люблю использовать толстые кисточки, но и тоненьких у меня тоже в коллекции хватает. Я когда начала наносить вот этот вот лак на ногти, то я увидела, как он сильно полосит. И вот это из-за того, что он сильно полосит, он на ногтях очень дешево выглядит. Действительно, очень некрасиво и дешево. И мне это очень сильно не понравилось. Раза 4-5, наверное, я наносила на ногти. Я как бы шанс давала. Я наносила и на базу, и без базы. Но результат один и тот же. Конечно, мне это не нравится. Я люблю, когда ногти мои выглядят очень красиво, дорого. А не так вот дешево. Поэтому этот лак мне не подходит, и мы с ним никак не подружились. Я не знаю, может быть, отдам или родственникам, или подружкам. Может быть, кому-то он подойдет и очень понравится. Но мне, к сожалению, не подошел. Следующее мое разочарование, это также вот такой вот ухаживающий бальзам для губ. Покупала я его в Финляндии в магазине призма. Цена очень бюджетная, до 2 евро. И мне очень это понравилось. Во-первых, в объеме он 20 мл. Когда я принесла его домой и открыла, запаха как таковой вообще нет. Это мне, конечно, тоже очень понравилось. Мне в последнее время больше нравятся вот такие вот без запаха, скажем так, бальзам, чем какие-то очень сильно фруктовые. Но и теми, и теми я все равно пользуюсь периодически. Пользовалась им около месяца. Мне все в нем нравилось. Как я уже говорила выше, мне нравилось то, что как такого запаха в нем не было. Он очень хорошо, легко ложился на губы, разглаживал их. Они очень красиво выглядели при этом. И я чувствовала ухаживающие средства действительно от этого бальзама. И, конечно, мне все это в совокупности, все очень нравилось. Также в нем была такая кремовая легкая текстура, которая очень хорошо наносилась на губы. Но прошел месяц, и этот кремовый бальзам, скажем так, он просто из него начала вытекать водичка. Я не поняла, с чем это связано. По срокам годности все отлично с ним. И я не скажу, что может быть сильно тепло настало, поэтому он потек. Нет, в Финляндии что весна, что лето в этом году не очень хорошее, не очень теплое. Поэтому, конечно, с погодой это тоже не свежо. И вот до сих пор я не понимаю, что случилось и в чем дело. Но я решила, может быть, немножко бракованно. Мне какое-то попалось... В общем, я решила вот этому бальзаму дать еще один шанс. Сейчас купила новый бальзамчик. Буду пользоваться. Ну, посмотрим, как он себя поведет. Вот. Ну, а этот, к сожалению, уходит у меня в мусорку. Следующее. Это антиспирант от компании Santa. Это немецкая компания. Это мое самое большое разочарование в сегодняшнем видео. Потому что стоимость у него была самая большая. 6-7 евро. Конечно, может кто-то скажет, что это немного. Но мне, честно говоря, жалко столько денег за тот продукт, который, в принципе, ничего хорошего мне не принес. Ну, начнем с того, что запах у него ужасный, отвратительный. Я долгое время не встречала такого ужасного запаха в каких-либо косметических продуктах. Честно говоря, я даже не знаю, как описать этот запах, но поверьте мне на слово, что он просто ужасный. Во-вторых, когда я его начала наносить на кожу, на моей коже появились какие-то такие красные пятнышки. Ну, видимо, что-то мне не подходит в этом продукте. Несколько раз я ему давала, конечно, шанс. Несколько раз я пробовала его наносить, но результат был один и тот же. Аллергия была на него. И плюс, что он потек. Вот если вы видите, вот здесь вот такие затекшие следы. Я, конечно, вытирала. И сейчас, чтобы вам показать, опять же, вытирала. Он стоит, 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 ну, немножко где-то наклонится и начинает течь. Упакован он был очень хорошо. Я принесла домой, он у меня нигде не падал. То есть я не понимаю, почему он так вот потек. Видимо, значит, изначально сделана была плохая упаковка. Вот. В общем, одни минусы, ни одного плюса я в нем не нашла. Я вам не советую. Вы посмотрите вот еще раз внимательно, как называется, как он выглядит. Никому не советую. И последнее, что я вам сегодня покажу, это вот такой вот тоник для лица. Покупала я его в Эстонии. И когда я зашла в магазин, я увидела, что там очень большой выбор вот этих вот эстонских тоников. Но мое внимание привлек именно этот, потому что он с облепихой. В последнее время я очень люблю облепиху. Я покупаю разные косметические средства, как шампуни, так крема, так тоники. И последний у меня был тоник от Belita Vitex. Очень мне понравился. Запах был очень приятный, нежный. И вообще сам тоник был замечательный. Поэтому, когда я этот тоник увидела, я решила, что этот будет, конечно, на замену тому. Но удивление мое было очень большое, когда я его открыла дома уже. И услышала запах действительно такого спирта ужасного. Либо дешевого одеколона, либо спирта. Ну, ужасный совершенно запах. Я думаю, что не смогу им пользоваться. Но раз решила дома, и решила так, что раз купила, нужно пользоваться. Начала пользоваться им. И когда начала наносить на кожу, я поняла, что у меня прям глаза щипят. Хотя вот здесь вот примерно до глаз очень было еще далеко. Наносила его, но глаза щипят. Ужасно вообще я себя чувствовала. Очень мне все это не понравилось, конечно. Но потихонечку, периодически пользуюсь. Пользуюсь в те периоды, когда где-то может быть какой-то прыщик. Потому что алкоголь здесь стоит на втором месте. Естественно, алкоголь подсушивает. Какие-то прыщики, какие-то болечки. Вот, поэтому я пользуюсь. Ну, потихонечку, не спеша, я думаю, я его допользую. Но, конечно, это мое разочарование. Я вам тоже не советую обращать внимание на вот эти вот эстонские тоники. И это было все на сегодня. Спасибо, что вы провели время вместе со мной. Надеюсь, что какая-то информация будет для вас действительно полезной и интересной. Буду очень рада нашему с вами общению. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok